К другим темам. Староскольская общественная организация «Мы вместе» ищет дом. На ее счету десятки воплощенных социально значимых проектов. С каждым годом растет количество подопечных и идей, требующих реализации. Продолжит тему Анастасия Конникова. В Старом Осколе десятки благотворительных организаций. Одна из самых масштабных «Мы вместе». Ее основатель и руководитель Юрий Карапузов в инвалидной коляске оказался после аварии. В прошлом успешный предприниматель не сдался, а наоборот применил все свои навыки и объединил вокруг себя сотни людей. Под крылом общественника сегодня дети и взрослые СОВЗ, колясочники, многодетные семьи, всего около тысячи человек. Счастливы, что попали в эту всю группу. Здесь мы просто ожили. И отношения, и все это людей. Это просто чудо, вы знаете. Здесь просто люди оживают. На данный момент «Мы вместе» реализуют больше 20 проектов, среди которых и залабилитации «Здоровейка». Здесь люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата развивают физические возможности, восстанавливаются после инсультов и ампутаций. Все совершенно бесплатно. Сейчас относимся к людям особятым. ДЦП – детский церебральный паралич. Болезнь неизлечимая. И помочь может только зарядка. Мы ходили к Губновскому, начинали с декуля, но это очень дорого. Не потянуться. Пока была жива мама, пока мне помогали, мы еще тянули. А теперь нам только «Здоровейка». Если «Здоровейки» не будет, мы закостенеем и не будем вообще шевелиться. Сейчас «Здоровейка» находится в здании ЦРБ на улице Комсомольской. Но места стало не хватать. Площадь нужна и для мероприятий. «Мы вместе» проводят больше сотни праздников в год. Собирают подопечных на именины, православные и светские вечера. Юдятся по торговым центрам и кафе благодаря отзывчивости местного бизнеса. Но хотелось бы иметь свою территорию. Это нужно особенным деткам, нашим деткам. Это нужно деткам, которые возберются в многолетней семье, которые не имеют возможности на платные какие-то мероприятия. Юрий Анатольевич столько много организует мероприятий для детей. Вы просто себе представить не можете. Каждые выходные, да и в будние дни. Все приурочено к праздникам и не только к праздникам. Задействована очень большая масса детей из таких семей, которые порой просто сами не смогли бы отвезти ребенка в театр, кинотеатр, на какой-то фестиваль. Администрация округа выделила общественной организации помещение в микрорайоне интернациональном. Идеально все. Квадратура, расположение. Но внутри бывший дневной стационар много лет не видел ремонта. Это единственное помещение, которое удовлетворяет нашим запросам. То есть оно большое, 860 градусов метров. Оно находится внутри города. Через это помещение проезжают три наших социальных автобуса. И доступ здесь для каляшников будет и зимой, и летом. И не только каляшников, всем будет удобно, в принципе. Ну и во-вторых, это помещение позволяет перепланировать его так, как нам нужно. На ремонт и оборудование по самым скромным подсчетам нужно не менее 40 миллионов рублей. В планах разместить здесь зал здоровейка и спортивную комнату для маленьких особят. Кабинет медицинского приема. Конференц-зал, в котором будут показывать фильмы, проводить семинары, праздники и общие собрания. А еще нужна детская игровая, мастерская для творчества и рукоделия. Зал активных занятий, обучение, управление коляской для тех, кто недавно попал в инвалидное кресло. У нас, знаете, стала уже тенденция. У нас есть домик для хвостиков, это проект был. Домик для колесиков, это проект по самокатам. Теперь нам нужен домик для «Мы вместе», где мы будем все вместе приходить на целый день и заниматься всякими полезными, социализирующими занятиями. Глава администрации Андрей Чесноков вместе с заместителем по строительству Степаном Ильяевым на месте обсудили возможности финансирования ремонта из различных источников. Будем стучаться во все двери и постараемся этот проект, конечно, реализовать. По срокам я сейчас пока сказать, конечно же, не смогу. Мы сделали сегодня первый шаг реализации, договорились о взаимодействии. И уверен, что 9 канал будет точно следить за реализацией этого проекта. Ну а мы будем держать вас в курсе, на каком этапе мы находимся и куда дальше будем делиться. Мы альтернативно еще посмотрим ряд помещений муниципальной собственности, которые могли бы удовлетворить интересы для реализации этого проекта. Берем для этого две недели. Анастасия Иконникова, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал.